Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну, друзья, для тех, кто следит за моей историей по получению пособия по безработице, записываю продолжение. В общем-то, последний видос на эту тему был у меня вот такой, пособие 4,5, когда мне заплатили увеличенный размер. Ну, в общем-то, затеялся я именно в связи с тем, что вместо 1,5 тысяч стали платить 4,5, в 3 раза увеличили минималку. Ну, я решил встать на учет, сделал это 5 июня. Ну, и, в общем-то, получил уже за июнь месяц в полном объеме, за кусочек июля. Ну, и всю историю того, как я вставал на учет, того, как я признан безработным, как я получал первые деньги, я выложу вам в описании. Кому это все интересно, кто планирует начать получать это пособие, можете посмотреть, там я все нюансы разъясняю. Ну, и вот, друзья, моя карта Сбербанка, которую я привязал для перечисления этой социальной выплаты. Ну, и вот те деньги, которые мне приходили. Сейчас я вам их покажу. 10 июня я получил первую выплату, а 5-го я, соответственно, был признан безработным. Ну, то есть через 5 дней мне перечислили 443 рубля 55 копеек. Затем 30 июня я получил 887 рублей 10 копеек. Ну, и потом, вот она, друзья, была большая выплата уже с перерасчетом за тот период, что я простоял. 8 июля мне пришло 4040 рублей. Ну, и того, за все это время я получил 5370 рублей, и очередная явка мне была назначена на сегодня, на 29 июля, на 11.30. Ну, и когда я ходил в центр занятости первый раз, вакансии мне не дали, потому что сейчас у меня есть ограничения по трудовой деятельности, по состоянию здоровья. Ну, и тогда мне инспектор сказала, что я ей показывал документацию, она сказала, принеси мне еще справку с поликлиники о том, что у тебя есть ограничения на труд, ну, и мы тогда с тобой дальше продолжим взаимодействие. Я сходил в поликлинику и получил такую бумажечку. Вот она, друзья, делается через врачебную комиссию. Ну, и в заключении написано, что я переведен на легкий труд с 28 июля по 28 августа. Ну, вообще это странно, потому что, не знаю, почему они мне написали всего лишь месяц, у меня, в общем-то, моя ситуация предполагает и пролонгацию этих ограничений. Но, я так понимаю, это просто вот такая, знаете, политика государства, лишние пособия не давать, лишний раз никому ничего не платить. Ну, и вот, по сути, меня вынуждают 28 августа, ну, или там за пару дней до этого, идти вновь повторно и получать очередную новую подобную справку еще, например, на месяц, потому что там на полгода, на год они, так понимаю, ее не дадут. Ну, и, в общем-то, с этой бумажкой я сегодня пришел в центр занятости, там ничего принципиально не изменилось, внутрь у нас также не пускают, стоит возле входа группа людей, ну, соответственно, тех, кто либо встает на учет, либо тех, кто пришел отмечаться, и поочередно из здания выходят сотрудники. И эти сотрудники приглашают, заводят внутрь, внутрь вот вышла моя инспектор, пригласила меня, я зашел, отдал ей эту справку, она меня уже не помнит, потому что месяц назад я, ну, чуть меньше, 3 недели назад я у нее был, она меня уже забыла, в общем-то, всю историю я ей свою напомнил. Сказал, что, соответственно, не могу заниматься тем-то, 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 ну, и, в общем-то, по большому счету, особой потребности в вакансиях на текущий момент у меня нет, именно на сегодня. Ну, и она повторно вошла в мое положение, и, посмотрев вакансии, сказала, что ничего подходящего для меня у нее нет. После чего дала мне вот такую вот бумажку, то есть, следующая явка у меня назначена на 27 августа 2020 года на 12.00. Не указано, когда у меня будет выплата пособия, но вот в прошлый раз я седьмого, по-моему, был на приеме, восьмого на следующий день уже мне перечислили деньги. То есть, соответственно, я так думаю, до конца недели, сегодня у нас среда, но я думаю, в четверг, в пятницу мне это пособие придет. Ну, я думаю, тоже там в районе 4 тысяч рублей, потому что за июль у меня практически за полный месяц будет выплата. Ну, и впоследствии, соответственно, я уже теперь точно получаю за весь август. Единственное, мне нужно будет принести, скорее всего, 27-го такую же справочку. Но это все делается для того, чтобы не давали вакансии, по которым, в принципе, смысла ездить особого нет, потому что, в любом случае, работодателю в своем текущем состоянии я буду не очень интересен. Ну, вот такая, друзья, на сегодня ситуация. Насколько я понимаю, вот эта повышенная выплата в размере 4,5 тысяч, она пока действует только до конца лета. То есть, с начала сентября, скорее всего, все эти повышенные выплаты уберут, снимут, и будет опять минималка 1,5 тысячи. Ну, 1,5 тысячи, конечно, уже, мне кажется, не столь приятно, и я не уверен, что буду заморачиваться всеми этими делами из-за 1,5 тысяч рублей. Но 4,5 вполне неплохо, лишними эти деньги явно не будут. Так что, друзья, если вы еще это пособие не получаете, если вы не работаете, то обращайтесь в центр занятости. Причем, абсолютно не нужно для этого иметь какой-либо трудовой стаж. Вот в моем случае минималка мне выплачивается, потому что я официально не работаю с 2018 года. Если бы у меня была официальная работа за прошедший календарный год, и я бы смог подтвердить документально свой размер ЗП, то я бы мог претендовать до 12 130 рублей включительно. Это сейчас максимальный размер пособия по безработице, который равен прожиточному минимуму. Его тоже можно получать, если вы уволены, например, либо сокращены за последнее время. Посмотрим, друзья. Если вы еще это пособие не получаете, начните с того, что посмотрите мои видосы в описании, как все это сделать. Легко и просто подаются документы через госуслуги, занимает там буквально 10 минут времени. Ну и все, потом отслеживайте, вам назначат явку, придете, и инспектор уже все подробности вам объяснит. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Вообще на нем рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе. Ну, есть у меня вот такая еще социальная линия. Рассказываю просто о личном опыте получения вот этого пособия по безработице. Ну и продолжу это делать, расскажу, когда мне новые деньги придут. Все, друзья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok